Искрометный шутник на экране и ранимая натура в жизни. Роман Трахтенберг умел носить маску. Проститься с популярным телеведущим и шоуменом пришли все, кто знал его настоящим. Близкие друзья и коллеги. Цветы несли к Центральному дому работников искусства в Москве. Напомним, Трахтенберг умер от остановки сердца вечером 20 ноября. Еще за час до инфаркта он веселил радиослушателей. Во время пятничной передачи Трахты-барахты на маяке ему внезапно стало плохо. До больницы шоумена так и не довезли. Абсолютно не готов никто. И я в том числе был к тому, что с ним такое произойдет, потому что настолько в нем было много силы и оптимизма всегда. И настолько он был молод и хороший собой. Он шутил на языке телесного низа. Эпатируя публику, не гнушался похабщины. Но за кулисами и за кадром оставался скромным интеллигентом, тонко чувствующим человеком искусство. Режиссер по образованию Роман Трахтенберг начинал уличным артистом, но постепенно стал популярен. Работал на радио и телевидении. Он мог рассмешить кого угодно, кроме самого себя. При всей своей кажущейся легкости, он на самом деле был очень ранимый человек. Очень интеллигентный ранимый человек. Он очень чутко реагировал на все, что происходило вокруг. Это действительно так. И я это очень хорошо знаю, потому что когда мы там иногда у меня дома пили кофе за барной стойкой, то разговоров было много. Похоронят Романа Трахтенберга 24 ноября в его родном городе Санкт-Петербурге. Он часто шутил на тему собственной смерти. Говорил, такие, как я, долго не живут. Однако никто из друзей не воспринимал это всерьез. Шоумен скончался на 42-м году жизни.